Егейминг Бэтс В 2011 году более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. Егейминг Бэтс Ты точно знаешь, кто победит. Ну что ж, доброе утро, дорогие и изощренные любители американского начинающего молодого, наверное, можно так сказать, КС. Студия StarLadder TV, микрофон Акрох. Очередная ночь вместе с квалификациями Америки, СЛА Лиги третьего сезона. Пока групповой этап, пока, в общем, тут, наверное, сложно о чем-то говорить. Матч у нас предстоит посмотреть нерешающий. И та, и другая команда представляют сугубо Соединенные Штаты Америки. Rush, наверное, кому-то чуть более известный неймтег как организации, так и команды в Counter-Strike. Ну а вот с Иниксами будем знакомиться. Вчера они уже попали к нам на трансляцию. Те, кто смотрел каким-то образом, понимают, о чем идет речь. Ну вот, допустим, в Ликипедии об этой команде вообще даже странички. Профайла нет. То есть, ну, и разновозрастные игроки, и организация появилась недавно. Будем знакомиться по ходу этой квалификации. Как сложится судьба этих коллективов пока под завесой тайны остается. Mapik, друзья, на ваших экранах. В общем-то, довольно-таки логично. На самом деле, и та, и другая команда, я так посмотрел, кэш-ориентированные, что ли, вот так назовем. Хотя это обычное дело для американского региона. Но решили отказаться от игры на этой карте. И вот первое, что мы посмотрим, это будет карта Overpass. Ее выбирали ребята из Иникс. Но по истории встреч на этой карте, вот буквально они в старт-серии как раз ее, по-моему, если я ничего не путаю, вчера сыграли, вчера выиграли. И вот она у них одна. Ну, решили... Причем, кстати, против чуть более сильного соперника. Кстати, этого соперника они в итоге и победили. Хотя коэффициенты говорили не в их пользу. Ну, решили закрепиться, попробовать с рашами поиграть ту же самую карту. Представляете, на раундах на наших экранах Иниксы на своей же карте будут начинать чуточку сложнее за атаку. Ну, и тут максимально быстрое развитие на точку B. Уже почему-то никто не чекает бочки. Хотя только лишь один минус оттуда организовали. Ну, и потихоньку начинает атака уже закрепляться. На этом пленте, оставаясь в большинстве, выбивание тяжелейшее 25-летнему Блейду многоопытному и его товарищу Тою, ну, пока не совсем удается. То и подбирает по пути диффуз-киты. И вот информация у него была, хотя тут разноочередная она была. И вообще непонятно, кого было выстреливать. Моментально выходит, получает по голове. И Иниксы легко забирают первый раунд. Без каких бы то ни было для себя серьезных проблем. Так, ну и, кстати, по коэффициентам на эту игру. Опять-таки, в коллектив Rush букмекеры комьюнити верят чуточку побольше. Там что-то на eGamingBets порядка 1,3 на коллектив Rush. Ну, а Иниксы... Вот до того, как были известны карты, аж 3 был коэффициент. Как только появились карты, стало что-то 2,7-2,8. Вчера букмекеров и комьюнити удивили, но от этого коэффициенты не изменились. Посмотрим, как это дело будет сегодня. Кстати, если эта команда все-таки выигрывает сегодня Rush, то они из группы будут выходить. Непонятно, с какого места, потому что есть коллективы, которые еще будут доигрывать. Но, тем не менее. То есть, сегодня они могут все проблемы решить. Пока у нас, кстати, Force Round, причем довольно-таки серьезный и укрепленный. Уже себе получает поло в распоряжении Galil. Ну, и как-то все довольно-таки быстро для атаки заканчивается. Ничего сложного, поджимчик с точки B, зигзаг вплотную и в спину идет точно такой же ориентированный в коннектор и встречается вплотную с атакой. И все это звено просто-напросто рушит все надежды Иникса. Ну, вот коэффициенты только что были, друзья, на ваших экранах. Могли бы их обозреть. Они достоверные, только что выуженные, так сказать, из статистики. Непонятно, непонятно местами, но вот я еще раз повторюсь, что карту Overpass, в общем, эти ребята играют второй раз. Хотя схожу я только лишь из статистики HealthWork, другой у меня не имеется, потому что, ну, вот нигде почерпнуть такую информацию нельзя было. Но, тем не менее, сопротивляется, вступает в экономическую борьбу уже. Деньги некоторым образом позволяют это сделать. Бомба была поставлена на первом пистолетном раунде, поэтому, в общем, пока все неплохо. И даже, наверное, какие-то надежды питают на забор этого, но действует довольно-таки медленно. Тем не менее, кучно. И понятно, куда этот вектор атаки уже нацелен. С трием будет выступать Зигзаг и первым номером, скорее всего. Ну, и, в свою очередь, вторым номером подключится после того, как рассеется дым уже Монстр. Хотя тут в легком неведении от того, что их не поджимают. Ждут того же самого плана. Иниксы пока на болоте на Монстре пошли выходить, причем синхронно. Ну, а здесь засада из троих человек, причем все с фанганами. И, скорее всего, никаких проблем не будет возникать. Так и происходит. Сидит серьезно калили. Кстати, да, дорабатывает все-таки куэйд на бочках. Но это только лишь два минуса в раунде. И до бомбы так дело и не дошло. Второй для себя. Берут раш. Ну, можно сказать, что и уверенно переламывая ход этой встречи по ходу пьесы. Вот теперь добровольно принудительно, что ли. Но, тем не менее, Эко все-таки иниксом отыграть придется. Все, что они надеялись произвести и выжать из себя в предыдущем раунде, так и не увенчалось. Никаким успехом даже бомбы не было. Поэтому как-то здесь каким-то более-менее дорогостоящим пистолетом закупиться. Это, честно, не знаю, но многие коллективы, юзая тактику типа 4 дигла, 1 тег или 5 диглов, и идут просто-напросто на мид, на лонг, на самые дальние дистанции в надежде на то, что поставят какие-то неимоверные хэдшоты. Тем не менее, здесь инфу запалил Пола. И первый минус делает инфофраг от него. В этот самый момент выключается его тиммейт. Из коннектора два минуса обеспечивая. Ну и Пола обзавелся еще одним. Пока на двоих распиливают голый пистолет. И все легко. Вот Пола минус три. Ну и еще один раунд в копилку этих парней. Вот хочу я посмотреть, что с оверпасом у Rush. Так, с оверпасом у Rush. Ну, в принципе, 20% игрового времени из семи предлагаемых всевозможными турнирами карт отыгрывают эти ребята на нем. И, ну, 66,7 винрейт. В общем, довольно-таки неплохой. И нельзя сказать, что здесь какие-то есть серьезные победы у них. Вот Ронинам они проигрывали. Это самое крупное поражение было 4,16. Так все более-менее ровненько. Смотрим, что будет и здесь. Наконец-то девайсы получаются купить у Inix. Выходят они тот же самый мидл. Оставляют одного-единственного человека на монстре. Это господин Fighter у нас. Ну и пока, кстати, все довольно-таки неплохо. По той же самой стезе Rush поджимают коннекторы. Об этом информация есть. Распреем дым. Хорошо. Ответочка прилетает с той же самой стороны. Ну и атака осталась вдвоем. Причем инфа есть по тому и другому. На радаре засветились. Правда, успели вовремя разменяться. Теперь 2 в 2. Ну и торопиться, наверное, особо-таки никуда и не стоит. В любом случае на любую точку они должны будут заходить в большинстве. Потому что информация по стягу на B у них достаренная была. Правда, не торопятся. Хотя нет, побежали. И даже в опустошенную. Опустошенные Плэнта заходят. Прочекали все до упора. Пока 50 на 50. Даже несмотря на то, что бомба будет ставиться. И об этом уже известно. Но инфы о том, будет ли это заход ретейка стандартно. Да, один в девяток в банк откуда-то или с мусорки, а второй в спину. Нет. Одного высекают и второго оставляют каленым. Там этот господин Апротто. Кстати, тим ранг один у него. И вчерашние встречи он отличился. По-моему, если ничего не путаю. У него КД 1.11 за всю историю на Хелтворге. Такой самый жесткий парень. Плюс 20 фрагов сыграл. Ну и, в общем, наверное, и его силами. По большей части вчера досталась победа Иникс. Но сегодня справиться уже один в два он не смог. Потихоньку начинает набирать преимущество Раш. Пока абсолютно непонятно, за счет чего Иниксы вообще собираются здесь играть. Почему именно эта карта ими выбрана? Ну, как бы план Капкан не сказать, что вот многоходовочка, да, и какой-то сильно жесткий. Просто беги, стреляй, стенка на стенку. Такая древнерусская забава от той и другой команды, несмотря на то, что квалификация американская у нас. Ну и в очередной раз. Кстати, вот теперь решили занятием коннектора, причем с дебюта играть с двух сторон. Один шариков прочекивает проходящих туда, ну и двое через болото контролирует по выходу. Внутренняя дуга. А просто пошел пробивать Солянова точку А. И, кстати, пока что у него это получается. Как только придет информация о том, что двое на лонге, но один поближе к туалетам, то можно будет брать в кольцо это звено и оккупировать потихоньку точку А. Но не торопится и задними путями файтер. Кстати, пошел в коннектор, не через лестницу выходит на миддл, а вот через тиспал он решил. Ну и легкий оттяг по таймингу. В этот самый момент Топрота еще один минус дает. Только лишь на его счету фраги. Напарывается на засаду на точке А. Сайлент. Стоял у нас глубоко в планете неплохой минус. Ну, такие опрометчивые действия, конечно, Топрота решил просто протанковать. В этот самый злосчастный для своей команды момент звено, зигзага, выходит, чекает хелпу оба ухом в плент и оба распреи получают. Но, тем не менее, 2 в 2, теперь уже 1 в 1 против ВВП. Дуэлька. Фишер. Ну, в безопасности. Можно ставить бомбу, свободно. Знается, что играет против ВВП. Просто надо потанцеваться на пиксель, выбрать для себя более удобную дистанцию. Кстати, она, скорее всего, не будет чекаться. Так и происходит, Фишер. Эту самую дуэль против снайпера коллектива Rush выигрывает. И второй раунд своей команде приносит. По поводу молодости, что ли, или опытности этих команд. Если я оговорился о том, что Inix не имеют даже там профайла на КС Википедии, то у Rush таковое имеется. Ну, вот сравните. Стоит доход команды Rush за прошлый год 4400 долларов. Вот такой вот. Небольшой, скажем, по меркам тир-1 коллективов, которые там, если я ничего не путаю, по-моему, SK Gaming в 2016 году миллион долларов, что-то в этом роде, или чуть более миллиона долларов заработали Na'Vi. По-моему, 800 тысяч долларов. Ну, и в противовес вот сумма просто 4400 долларов. Причем все это дело заработано в онлайне EC, а что-то в этом роде. Там какие-то места занимали. На одном из турниров 3000, ну и 1400 долларов на другом. Поэтому пока, ребята, конечно, не сказать, что многие молодые, но тем не менее, по факту, как бы, начинающий. И, ого, зацепит, зацепил пиксель. Отходит живой и невредимый снайпер, Silent, свой минус себе и команде обеспечил. Уже втроем у нас атака. Ну, вываливались массы, ждали близких позиций, как это бывало, и как им удавалось их находить и выстреливать. Сейчас чуть более уверенно, чуть более глубоко сыграло звено, защищающее по факту банан. И теперь, конечно, в замешательстве. Должны быть иник, в первую очередь, вообще, что делать дальше. По-прежнему на руках не совсем мобильное АВП, имеющееся. И не по лонгу оно идет, и по банану никто встречать его особо-таки не торопится. Разворачивается под точку Б, кстати. Количество раскида здесь достаточно для того, чтобы отрезать парочку позиций, хотя бы на девятку кинуть смог там или молотов на бочке. Но вот на таком тайминге на бочках уже никто не стоит против трех оппонентов. То есть глубокая защита на халпе, да. Близкая защита на монстре в соло с поддержкой где-то там за столбом в пленте, да. Но молотов, потраченный впустую, уже инфа оппонентам дана. И иниксы, грубо говоря, просто съели свое время, никуда не вышли. Получают еще в тушку первой. Правда, нет, второму... Да, досталось прострелом по голове. Все-таки ласки господина из Канады убили. И прот этот минус дал. Ну и пятая очков копилку коллектива Раш. Пока как-то беззубо. Иниксы. Ну то есть такая игра в поддавки. С прицелом на то, что коллектив, который действует вам в противовес, будет точно так же не бояться и просто выходить на перестрелки. Глупые, местами неоправданные. Ну и, конечно, этого нет. Рвут скорость, рвут темп, рвут позиционную архитектуру своей защиты. Чуть более, не сказать, что вот гениально, но, тем не менее, чуть более умнее действует Раш. Но, с другой стороны, и просто. Но и такое иниксам не поддается пока пониманию. А ВП осталось у них с предыдущего раунда. Через него бы как-то сыграть. Хорошо бы. И, ну вот, да, тут готово ко встрече. Той дает полноценную и достоверную информацию. Флешка. Бомбкерри-то не зафлешил. Он пошел стреляться. Да попадишь ты, господи. Лилмен. В ответ прилетает от файтера. Ну, бомба здесь лежит. В принципе, выходить нужно до последнего. В принципе, мобильненько. Неплохо. С тэками по голове двоим. Но это единственные хорошие новости в этом раунде. Уже трехкратное преимущество. Раш зарабатывают уверенно. И все у них достаточно неплохо. Прицел на форс с имением снайперского девайса в предыдущем раунде не сыграл. Теперь опять-таки принуждение к миру, что ли. И просто пистолеты без арморов ожидают иникс. Кстати, друзья, всех с 23 февраля, кто отмечает этот праздник, кто причисляет себя к тем, кто может получать подарки в этот день, уже этот день настал. Так. Да, и вот только хотел сказать, давайте пообщаемся в чате, но тут, смотрю, один парень общается. Так, ну и что? Теряли уже в кино. Вот, когда считают экономику, в принципе, в этот самый момент их стыки идут. И все довольно-таки неплохо случается у Раши. И этот самый стык они выигрывают. Ну, в общем, здесь, конечно, ничего не предвещало для них беды. Четко они понимали, что там 100% не будет арморов. Да, какие-то, может быть, П-250, беглы, но просто массы задавить труда не составило. Седьмой уже раунд. Вот вопрос в том, когда что-то изменится в игре. Иникс, ну, не знаю, пока все очень как-то простенько и бедненько, что называется. Так, ну и довольно-таки медленный выпад на мид от атаки. Звено из троих. Трио с бомбой только лишь теперь появляется на детской площадке. Кстати, в принципе, если лонг будут выбивать, там придется дергаться в троечку. Пола у нас где-то в туалетах. Ну и можно будет попытаться. Хотя здесь, опять-таки, посады аргентгенда на тот самый момент, когда и против девайсного раунда выходят на уверенности. Тем не менее, ну, можно сказать, что атака эту стычку уже выигрывает, если бы не проценты здоровья, оставшиеся у Апрото. И не оппозиция на туалетах, у которой, ну, вот по факту было неизвестно. Ее как раз-таки полуэрелизоват. Составляют последнего файтера по голове. Получает и он. И первая половина вместе с этим взятым раундом уходит команде Раш. Ну, видно, вот, просто невраженным глазом, на самом-то деле, что команда Раш, конечно, здесь намного более уверена. Я просто сейчас ищу группы и хочу понять вообще, есть ли какие-то шансы, кто здесь фавориты. Ну вот, исходя из тегов, конечно, Дэниел. Это группа Б у нас, кстати. Дэниел, которых дали или вчера Иниксы. Насколько я понимаю, Ронины... А, нет, Ронинов. Да, Ронинов. Прошу прощения. Ну, вот Дэниел и Раш, по идее, должны здесь выходить. Пока у нас, кстати, очередной раунд на пистолетах. Решили закупиться ими. И за отсутствие марморов, в общем, все довольно-таки легко по спреям в тушку получается для коллектива Раш. Ну, какие-то два разменные минуса. Но, как всегда, и не более. И бомбы поставлены не было. И вот корабль под названием Иникс терпит просто-напросто бедствие в водах оверпасса, напарываясь на вот этот айсберг непроходимо. Хотя, начало было воодушевляющее. Пистолетка бодренькая, стрельба у парней вроде как бы. И вот если бы не второй раунд, который порушил. Калаши. Море раскида. Все говорит о том, что, в принципе, раунд здесь даже, если бы его по уму раскладывать, может быть затяжным, бегательным, думательным таким и с дабл-фейком. Ну, как оно сложится. Расстановка похожая. Пытаются дергать коннектор, как всегда, занимая через болото его или проходя, спрыгивая просто-напросто. Но на этот раз дуэлянтов там никаких у звена не будет. Дуэлянт как раз-таки Лилман стоит на короткой трубе. Пропрыг по второму. Хорошо. Ну, и там еще ловит третьего на монстре. Ну, хотя этот самый дуэт уже с монстра решил выходить. А флешный абсолютно выползает из него. Один разменный минус дает. После этого той, включаясь в борьбу, прописывает и одному, и второму критический дамаг. После чего счет уже, ну, разгромный, друзья. А здесь и два. На этом поле только одни ворота пока. И они на стороне Иникса. В них вот постоянно залетает. Жестко. Не знаю. Как вот... Я не смотрел вчера встречу, кстати, с Ронинами. Там было по рассказам Гомера три карты даже с допами. Короче, все очень плотно. Не знаю. То ли сегодня просто не день Иникс, то ли... То ли действительно просто сил уже на коллектив Раш не хватает. Если вчера удалось удивить по коэффициентам, ну, возможно, подключится на второй, там... Дай бог, для них третьей карте. Внаглевшие. Абсолютно Раши прошли в пропуш монстра. На этом моменте потерялись. Решили, походу, концовочку подзалить здесь. Но вот чревато, на самом деле, нельзя после счета, после набранных десяти очков, творить несусветную дичь, которую только что себе позволили. Вот на такую стрельбу, когда ты на двух ногах на тебя выходят, и тебе просто прицелиться в голову или распредать по телу. Ну, конечно, могут справляться Иниксы. Тут не совсем мальчики-то для битья. Третье отдали. Сами подарили. Выкатили на блюдочке с голубой каемочкой. Далее, если два еще подряд возьмут Иниксы, чего, скорее всего, не будут позволять Раша, то, возможно, мы увидим даже интересную вторую половину. Благо, будет уже полегче страна для Иникса. Это будет защита, и можно будет, ну, по крайней мере, по большей части действовать где-то тимплейно и стрельбой, а не вот органом, который называется мозг, и не нужно будет придумывать какие-то тактики, в которых в атаке, ну, либо нет, либо по минимуму, как хотите. Наверное, сложно говорить об этом. Сайлент. Про пуш-болот, причем с поддержкой рифля-тиммейта. Лилман все это дело прикрывал, если вдруг из коннектора кто-то выходил бы, как это зачастую было бы, то он бы... И это дело привинтил бы к полу. Но никто не вышел. Большинство получили. Уже в пятером против четверых остаются. Как всегда, вот это вот медленное занимание меда от Иникс. Ну, и второй минус себе обеспечивает. Тут еще и треть приходит. Ну, дайте есть человеку. Ласки готов стать сладким фрагом под номером 4. Выползание на пиксель. Наконец-таки минус АВП. И сбор трупов от мейн-ВП коллектива раш прекращается. Ставит Ласки в рочку. Ну, а дальше просто беги, стреляй. Голова летает у импсты. И последний спалился. Пола. Битва экстрасенсов в прямом эфире. Два ствола пытаются найти человека в дым. Как только этот самый дым рассеивается, прилетает от пола с Юспа. Ласки и 1-3. Последний раунд первой половины, на которой, в общем, не самая ровная экономика, конечно, истается. Но закупаться так или иначе надо, пожертвовав где-то гранатами или девайсами. Трое в раздумьях. 1750, конечно, это совсем печально. И интересная закупка. Галил в исполнении Вина. Редко встречаемый девайс по нынешним временам. Но, тем не менее. Ну, и решили устроить охоту. Два ВП. Помимо Сайлента, еще Той отзаводит себе снайперской винтовкой. Кстати, всех абсолютно Лилман запалил. Ну, по крайней мере, 3-4 головы он точно видел. Этого достаточно для того, чтобы, в общем, отпустить точку А. Двое поджимающих Тюрид Лонг уже в какой-то момент придут сейчас в спину. Если не поторопится Иниксы давить в лоб, то им прилетит в затылок. Ну, пока стоят, да и мешает опасность. Маячит. Ну, и, кстати, спина не особо торопится. Вот это у нас идет троечка. Пола. Пола и... Ну, где-то через 5 секунд он просто будет давать двоим по затылку на монстре. Пошел визуальный контакт от него. Аккуратно подкрадывается. Нам бы показать его, хорошо бы было. Он там на Боб Кэрри выпался уже. Что-то вот не торопится. Да, пошел распрей. Минус 2 от него четкий. Третьего забирает так же. Выход обреченного господина Вина через зигзаг. Ну, один минус дает. А вот монстр будет вообще оборачиваться сегодня? Нет там... Охрана бомбы. Спецотряд по охране бомбы. Ну, решаемая ситуация. В общем, понятно, где сосредоточение для тебя врагов. Зачем-то пошел выискивать третьего. Ну, возможно, кстати, это и правильное решение. Тем не менее, оплотная дистанция для той. Изи фраг, голова и первая половина в одни ворота. 12-3 на чужой карте. Защита просто вот как нож сквозь масло. Проходит через команду Иникс Раши. И все готовы. По идее, будем стартовать вторую половину этого матча. Друзья, напоминаю, смотрим мы с вами квалификацию. Ну, так называемую открытую квалификацию. Далее в борьбу коллектива, которые займут первое и второе места в своих группах, уже сегодня официальная информация появилась по этому поводу. Включатся такие команды, как... Ну, тут, конечно, вообще не сладко придется в американской квалификации. Несмотря на то, что, как и из европейской, в финал попадут три команды уже после окончания закрытой. Но в закрытые вот просто имена Optic, Cloud9, Immortals, Luminosity, Misfits, Liquid, CLG, Renegades. Ну, короче, пожароопасная такая восьмерочка получается. И просто если смотреть на список тех, кто сейчас в группах в этой квалификации, то немного за этих парней становится страшно. Тем не менее, опыт какой-то, наверное, все-таки ими будет получен. Если не удастся никого порушить, это будет сто процентов. Ну, хотя, вот, тоже смотрю я на группы. Есть. Тут уже неплохие коллективы. Сплайсы, маффины. Набираются опыта потихонечку. Selfless. Квитзалы, мексиканцы, что интересно, тоже есть. Комплексы те же самые. Subtle. Вот тоже ребята с историей, появившиеся на ВЭСГе и получившие приглашение сюда. Но пока у нас пистолетный раунд. Вывалка точно такая же организовывается Рашн. Довольно-таки быстрая бомба. Нестандартная точка, что составляет задуматься господина Апротто. Ну, и на этом моменте его просто-напросто съедают. Кстати, зеркально залетает. Довольно-таки легко здесь. Позиция на хелпе и на девятке. Моментально отошли в мир иной. Тот, другой. Ну, и иниксы не справились с обороной. Бомба поставлена. 13-й раунд зачет. И 10 раунд преимущество. И закупаться-то надо. Ну, как бы... А что делать дальше? То есть, в принципе, можно пойти по азиатскому плану. Здесь иниксом отдать 14-й раунд. Затем взять из последних сил в массы какие-то арморы, юмпишки. Ну, решили все сделать более стандартизированно. Пистолет по вкусу. Кому какой арморы в диффуз-китами не обзавелись. Говорит это, скорее всего, о поджиме. Но вот архитектура такова, что поджимом здесь не пахнет. Будем бороться в репике до поставленной бомбы. Насколько удачно, мы пока что видим. Уже втроем. Причем сильно с дамаженной глазки есть. Сбревают его. Ну, и... Двеноспины отстреливают. Кстати, неплохо, но недолго. 14-3. Очень быстро. Очень легко. И непонятно, почему иниксы выбрали себе карту оверпасс. Если бы эта история называлась кэш, то я бы все понимал. Решили не рисковать. Не знаю. Не знаю. Как-то все грустненько. Ну, и тем не менее. Тем не менее, как бы там ни было, в общем, закупаться, конечно, надо и сейчас. 15-й раунд давать никто не хочет. Вот такое, наверное, я видел однажды там в окончании 2016 года. Фруиц. Такая команда венгерская была. Кстати, по-моему, это тоже дело было на Star Series еще в квалификациях второго сезона, когда ребята не закупались, преднамеренно отдали 15-й раунд сопернику, потом камбэкнули. Правда, вот не помню, чем дело. Завершилось. Ну, а по большей части, там, 99,9% команд, конечно, всегда закупаются, как только у соперника в активе уже есть 14-й. Ну, и посмотрим, что здесь продемонстрируют. Две UMP-шки, в принципе, и МАК-7-й, это неплохо. Дигл, все хорошо. В принципе, такой бай можно назвать жизнеспособным. Вот насколько здесь, конечно, дойдет понимание и по стрельбе уже по моментам в разменах первоочередных. В дебюте, скажем так. Потом-то можно и подобрать будет. Ну, пока решили играть с небольшой придумкой. Авангард защиты, выдвинутый по банану в лице мистера импсты. Остальные 2-2 по плентам. То есть он здесь такой более вард, что ли. Ну, и, кстати, можно сказать, что очень глубокая защита. Один на малой воде уже минусон. Второй хелпе не суется, будет ждать девятку. Ты даже на себя не сдагивал внимания. Или какого-то зигзага. Но, правда, вот для зигзага-то не дойдут двое. Очень легко. Сайлент. Мой НВП своей команды распрейскала шапа двоим. Один и второй уже в горизонтальном положении. Ну, вот что это будет? Ретейк с двух сторон. Удача, что ли? Да. 15-3, мапоинт, раш. Ну, и как-то потеряли Синиксы. Ну, то есть, чтобы вы понимали просто, вот как были получены эти три раунда. Один из них пистолетный, далее форс. И там вот через гигантскую серию только еще два было взято. То есть, ну, как-то совсем все плохо. Ну, кстати, вот не сказать, что раш тоже какая-то сверхопытная команда. То есть, попадись им, соперник более умелый какой-то или хотя бы смелый и веселый. Ну, то есть, организация создана, по-моему, в январе 16-го года. Вот этот состав, который до этого именовался, по-моему, Panda Esports или Panda Gaming, приплыл к ним аж в сентябре. Там еще был, ну, причем еще та же замена потом пришла где-то в конце сентября или в октябре. Ну, то есть, не сказать, что вот тоже давно ребята играют. С конца прошлого года, будем говорить так. Ну, и ретейк. В двоих последний остается вин. На этом все дело и заканчивается. Констатируем. Констатируем счет 16-3 для коллектива Rush на первой карте. Карте соперника, друзья. Ну, вот не удалось нам посмотреть какой-то веселой или плотной игры здесь. Надеемся, что таковое будет, наверное, уже на второй карте. Верим в чудо или, по крайней мере, в какой-то бодренький КС, от которого не хотелось бы засыпать. 5-10 минут, рекламная пауза, немного музыки и никуда не уходите. Посмотрим, чем это дело закончится. Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП КОП. Ты точно знаешь, кто победит.